здравствуйте это нарушаете салат и все остальное все хорошо не надо ничего проверять ну давай штучно что-нибудь проверим тут смотрю для нас уже проверяют пустоцветная изготовлена 15 числа срок годности 10 суток неужели порядок решили все свежее все свежее перемаркировано все свежее перемаркировано но мы сейчас все выясним не переживайте рано похвалю будем до 19 20 9 тексик пришли мы сюда с претензией вот она у нас в двух экземплярах то есть мы сейчас ее им отдадим получим копию того что мы получили если они не пришат с нами до судебном порядке соответственно мы подаем в суд и уже через суд будем истребовать деньги на моральный ущерб смотри какая замечательная можно подумать черная она и должна быть такая черная но дело в другом изготовлено 05 08 видите на срок годности у нее 40 суток получается четырнадцать и верни четырнадцать и ноль девятый был последний день когда можно будет подавать подаем приконзию ага нам нужно от вас что вы писали получил что-то свое должное фамилию дату хорошо на инфо пойдем или я могу написать на то как и а а а а а а а и и Здесь есть юридический адрес иmaker все это отправить. Я ничего подписываться не буду. У вас есть адрес, юридический адрес вы туда отправляете. Пожалуйста, пожалуйста. У вас есть юридический адрес. Отправляйте на юридический адрес, а не отпишите. По поводу судебного штрафа за отказ принять претензию. Хорошо, хорошо, хорошо. то без проблем подпишу, видимо руководство сказало не подписывая, но наверно много денег, а даже просроченного и некачественного товара нам участвовали. Ну что, была не Воеводина, а ответственностьской блок. Видимо, Воеводина пошла на пенсию. Упаковано 18.09, 18.20. Срок реализации 12 часов. В заяснении Верховного суда срок годности может приезжать срок реализации. Здесь 10, 12, 8, 20 срок годности его истинга. Дата вскрытия упаковки 06.09. Соответственно, оно просрочено еще 6 числа. Они обязаны продать сыр после вскрытия потребительской упаковки в течение дня, но не более 12 часов. По закону он считается просроченным через 12 часов. В магазине они продают. Мы нарезали, да, 14 суток. Но если магазин продается, то он считается просроченным. И его нельзя даже отправлять в совместно на опрозу. Вообще никуда. То есть вот только мукулизатор. Так открыто оно аж 6 числа. Соответственно, срок годности истек 6 числа. А сегодня 19. 13 суток просрочен. Надо все так смотреть. Я в шоке. Не нанесена моральная травма. Я такого давно не видел. Дата вскрытия упаковки 22.07. Покажите там документы на рыбу. Как она приходит. Охлажденная. Замороженная. Замороженная. Замечательно. Вам коробку привезти? Можете любую информацию привезти. Мойва. Пищевая. Неразделанная. Мороженое. А вы имеете право разморожить? Конечно. А кто так пишет? Начальник? А какой срок годности у мойвы? Вот я сейчас куплю, домой принесу. Сколько она хранится будет у меня в холодильнике? У них нет возможности установить срок годности на размороженную рыбу. Поэтому я задаю такой вопрос, который их должен поставить в тупик. Потому что ответа на него нет. Они не имеют права ее продавать в размороженном виде. Когда они разморозили эту мойву? Когда? Сегодня. Вчера. Месяц назад. Вообще вот это все называется выставочный образец. Отсюда не реализовывают. Вообще не имеют права замороженный продукт. Они могут чуть-чуть разморозить. Какое оно будет когда разморозить? По вот этому мясу видно, что вот эта рыба подвергалась не одному десятку замораживаний и размораживаний. Посмотри. Это не мясо, это сопли какие-то. Тут структура волокна просто разрушена уже. То есть оно явно было разморожено и заморожено неоднократно. Явно. Да, вот можно сравнить с рыбкой. Ну да, да, да. Ну как бы я не знаю, тут по-моему передает ли это конечно видеозапись. Но это по-моему очевидно. Я думаю, что передадутся. Да. Раз у них нет информации на срок годности мойвы, значит надо ее снимать с реализации. Приедет участковый и мы попросим все это реализации снимать. Смотри, как опять интересно. Они ее вскрыли 13-го в 72 часа трое суток. Семь шуток. 14-15, 16-е. Но все не 19-е. 16-е в 7 утра. Вот проходит. Все на прохлю. То есть ее в принципе купить можно даже? Конечно. Можно. Только есть я не буду. Дата вскрытия упаковки. Вот смотри. 30-е, 07-е. Это жесть. Это просто. Вообще по закону 12 часов. Реализация. А здесь написано. По вскрытию упаковки 72 часа. 31-е. 1-е. 2-го числа. 13-40. Оно проходит среди 19. 18 суток проходит. Вот такую надо купить. Чтобы побольше. Дата вскрытия упаковки 05-е, 06-е. Три месяца назад что ли? Срок годности 72 часа. Ну вот. Это не 8-е, а 6-е число. 05-е, 06-е. Дата вскрытия упаковки 05-е, 06-е. 72 часа срок годности. Ну это шесть. Ну это не девиточный. Это шесть, да. Здравствуйте. Карта магазина, товар и опция. Пока. Замечательно. Срок годности нормальный. Вот этот. Но это нормально. Это срок годности при, когда он упал целиком. А вы уже вскрыли упаковки. У меня срок годности 12 часов для вашего магазина. Ну я поняла. Вот у него призди. Хорошо. Давайте вот другое. Смотрите. Посмотрите сюда. Можете сюда посмотреть? Дата вскрытия упаковки 05-е, 06-е, 22-й год. Срок годности после вскрытия упаковки 72 часа. Я не знаю, это у меня вообще светло. Здесь можно. Вы еще ничего не купили. Срок годности. Срок годности. Но. Это срок годности, когда он целый. Вы его вскрыли. Написано срок годности 90 суток. Долго искал, не мог найти дату изготовления. И подумал, а когда нашел, подумал странно. Зачем он вообще указывает? Срок годности. Есть написано, изготовлено 18.06. Не знаю, видишь, не годен до 16.09. Сегодня 19. Получается, 4 дня подстройки. Это клубника, протертая сакром. Могу сказать одно. Когда подходит срок, она кислая. Так. У вас еще будет? 18.09. До 17. До 17. 17. Хочу руками протирать. Есть чем протереть? Ну, что-то стирается белый налет. Она изнутри стирается. Все понятно. Но срок годности нет. Это вообще непонятно. Готовлено. 29.08. Срок годности 10. 28. 12. Тот часа был по 3 недели. По поводу стола. Что вы мне сказали? Кто должен его протирать? Да. Хорошо. Давайте про стол мы забудем. Мы пересели на другой столик. Вот этот пирожок или как это называется? Можно его приобрести? Нет. Почему? Это макет. А, это макет? Да. Хорошо. Покажите не макет. Вам необходимо пройти туда. Да. То есть, здесь купить нельзя? Нет. Хорошо. Понятно. А можно узнать, какая здесь температура? А как мне убедиться? Термометр засуньте. Давайте засунем. Приобретите. Принесите. То есть, со своим термометром можно прийти и померить, да? А есть другой способ ознакомиться покупателю с условиями хранения? Не хватит сколько. В смысле? Вы должны мне предоставить условия хранения? Много. Вы продавец? Да. Скажите, пожалуйста, при каких условиях данные салаты сейчас хранятся? В них написано, что плюс 2, плюс 6, правильно? 5 градусов Цельсия я вам ответила. Вы мне ответили. Я не верю. Что? Сфотографируйте. Да, сфотографируйте и покажите мне. Да, сфотографируйте, пожалуйста. Покажите. Вот хороший вариант, да. Сфотографируйте и показать. Ёль, да. Мы никуда не спешим, вы не нервничаете спокойненько. Или что там, температура что, не нагоняется? А это кто такой? Кто-то специалист, чего-то там не знает. Вы с какой целью меня снимаете? Можете. Туалета. Мне просто поинтересовался. Вы работник магазина, правильно? То есть вы не прохожий. Другой? Другой. Что такое за мажор? Андрей Шушков. Специалист. 10 раз. В чем проблема? У меня нет. Угу. Все, спасибо. А можно брокерарный журнал на вот эту продукцию? Как ты? Анатолий? А у меня только здесь. У меня только не помню. Не забывай. Не забывай. Вот вам принесли официально оформленную письменную претензию. Вы вроде ее взяли, потом унесли, принесли и обратно вернули. Как-то можете это прокомментировать? Вам дали указание не брать претензию или что? Ага. Понятно. Вы решили помолчать. Наталья Титова. Заместитель директора гипермаркета. Ну, должность-то вроде такая обязывающая вас. Вы понимаете, что как бы вас в конечном итоге видят потребители, как вы относитесь? Понимаете, да, надеюсь? Понимаете? Замечания могут быть, понимаете, у всех. Но нужно оставаться нормальным работником. Просто принять претензию и принести извинения здесь, знаете, не надо большой смелости. Наталья, претензии еще есть возможность принять. Будете принимать претензию? Ну, мы претензии принесли не сотруднику полиции. То есть вы не хотите принимать претензию, правильно? Наталья, а чем вы руководствуетесь, когда отказываете в приеме претензии? Сотрудник полиции занимается своей работой. Он осматривает место происшествия. По какой причине вы отказываетесь принять у покупателя претензию? Я уже сказала. Я уже сказала. Так вы в том-то дело, что ничего не сказали. Я уже сказала. Ну, со мной вы не общались. У вас сейчас есть хорошая возможность донести до наших граждан, по какой причине вы не принимаете претензию. По какой причине мы за вас снимаем просрочку? Может, вы выделите нам работника несколько тележек, мы пройдемся, мы покажем конкретно, где лежит просрочка, вы ее сами снимете. Просто то, что мы сняли, это чисто поверхностно так, по чуть-чуть. Наталья, давайте вот пока они пишут, мы сейчас пройдемся и снимем всю просрочку. Согласны? Наталья, можно все-таки такой вопрос? Вы конкретно не хотите нам отвечать или всем потребителям? Понятно. Но осталось с вами поговорить, может, вы тоже уйдете, нет? Вы специалист в какой области? Андрей. Андрей, вы с какой целью снимаете? Давайте с вами побеседуем. Чуть-чуть пониже опустите, а то ваш глаз не видно, не попадает. Прикольно. Вы прячетесь за телефон? Андрей Шушков, специалист. В какой области вы специалист? Скажите, пожалуйста. А вы разговаривать умеете? Специалист по съемкам, наверное. Наталья, можете подсказать? Срок годности, когда, сколько? Читаете? Ну, вот, тысячу. Ну, в данный момент не читается информация. То есть, вы не подскажете мне, да, где взять информацию о сроке годности данного товара? Именно на мои или любых покупателей? Именно на мои. А чем я вам не угодил? Я чем-то отличаюсь от других покупателей? На хамском поведении. И в чем хамство заключается? В вашем поведении. А вы считаете, что вы сейчас мне не хамите, когда так общаетесь? Что? Не хамите? То есть, ваше молчание – это не хамство? Нет. Да я сам решу куда мне идти. Почему? Что ты мне указываете, а? Не собираюсь. Заметьте, я с вами на вы разговариваю. Я тоже с вами на вы. Да. И в чем мое хамство проявляется? То, что я спросил у вас срок годности данного товара? Чтобы вы мне подсказали, в этом хамство заключается? Или, может, интонация моя не нравится? Ну, говорите. На мой взгляд, хамите вы. Здесь написано, сейчас я не могу это прочитать, тут очень плохо видно, но, я думаю, вы сможете увидеть. Оно произведено вообще за границей. Производство здесь. Производитель указан, там, импортер, поставщик. Это, в смысле, производитель. Ну, посмотрите, у меня просто зрение не позволяет это видеть. Изготовитель ООО «Акцион», Россия, Московская область, город Пушкино. Да, изготовитель. Ну, мы понимаем, что он… А почему здесь за границей? Ну, значит, какие-то другие пышки я смотрел. Я к тому, что этот товар здесь не производился. Ну да, это заморозка. Заморожка. То есть, здесь должен быть срок стоять не упаковки изготовления, а срок разморозки. Хочу понять, когда этот товар был произведен? А, ну, к сожалению, я не могу вам подсказать. Я только продаю. Не, ну, здесь должна быть информация. То есть, смотрите, товар, когда к вам поступает в замороженном виде, он размораживается. Дефростация производится. И обязательно это, ну, фиксируется. Почему? Потому что после разморозки срок годности совсем другой. То есть, когда товар заморожен, он хранится там, может быть, условно говоря, там полгода. А после того, как разморозили, он хранится там, допустим, 24 часа. После того, как его испекли, там, из него сделали, ну, не полуфабрикат, а, допустим, запекли, то у него, допустим, еще там какой-то срок. Его не запекают, он вот такой уже. Ну, я знаю, что он приходит замороженный. Так вот, я поэтому и смотрю, что, как бы, информация, которая здесь, она вводит. Он растаял, все, его проклеили и выложили на полочку. Вот так это. Вопрос, когда он растаял? Сегодня в 10 утра. Хорошо, а когда он произведен? Вот этого я вам подсказать не могу. Ну, представьте ситуацию. Производитель, вот этот, который вы прочитали, там, изготовил много продукции, на складе очень много лежало. Можете по этому поводу поговорить с пекарной? Не могу. Не, смотрите, обычно разговаривают с руководителем организации. Вот в данный момент зам директора, но она принципиально не хочет со мной разговаривать. Ну, она видит во мне хамоватого вида, хотя, личность, да, ну, понятно, что потребители разные бывают. Я не буду спорить, возможно, я такой. Но я хотел бы получить вот эту информацию. Эту информацию вам может дать пекарской отдел. Те, кто непосредственно их размораживают и те, кто их получают. Смотрите, вот смысл в том, что в законе о защите прав потребителей во всем законодательстве сделано таким образом, чтобы потребитель, когда приходит в магазин, он не должен искать пекаря, слесаря, сантехника, да. Он всю информацию получает на маркировке. Есть целый технический регламент таможенного союза, посвященный маркировке на пищевые продукции. Ну, понимаете, можно, но, по крайней мере, когда оно уже раз написано и приклеено, уже потом труднее будет отследить и, ну, как минимум не нарушать то, что написано. Понимаете? Хорошо. Ну, мы с вами уперлись в то, что я вам подсказать не могу. Понимаю. То есть, по логике вещей, вот этот товар подлежит снятию с реализации, потому что здесь отсутствует необходимая информация. Вот я задаю простой вопрос. Когда этот товар был изготовлен? Вы не можете ответить, правильно? Правильно. Значит, нельзя его продавать. Вопрос в чем? Вы его хотите снять? Вопрос в том, что если он на самом деле, сейчас мы не можем установить информацию о том, когда он был изготовлен, то мы должны его снять с реализации. Если можем, давайте установим. Если нет, тогда я сейчас его снимаю и сейчас будем отдельно дописывать и на ответственное хранение вам его передавать. У вас товар, предложенный для покупателей, это называется публичная оферта. То есть, любой покупатель может взять и пойти оплатить. Но прежде чем мне покупать, оплачивать этот товар, я хочу узнать о нем информацию. Как минимум, когда оно было изготовлено и когда оно было разморожено. Вы мне сказали, что вы информацию эту предоставить мне не можете, правильно? Ну так было. Просто вы ни журнала не можете предоставить, ни информацию. Пишите там лучше. Да я понятно, что я напишу, но для того, чтобы мне написать, мне должны быть какие-то основания, понимаете? Вот если вы сейчас мне... Я вам дала основания? Да. Давайте я вам так поясню. Вот на самом деле, если вы мне будете запрещать снимать с реализацией, может быть я не буду снимать с реализации. На конец-то. Я не замучил. Здравствуйте, можете пояснить, когда вот эти пончики были изготовлены? Короче, смысл в том, что товарищ говорит, что это у нас заморозка и он хочет знать, когда они были изготовлены, а не разморожены. Ну это вы сказали, что они были заморожены, но это и так очевидно из той продукции, которую мы держим в руках. Вы это не производите? Я с ней разговаривала, она сказала, что все претензии в Аутандр в городе. Да пока нет никаких претензий, есть вопрос. Вопрос, когда этот продукт был изготовлен. Пусть она принесла упаковку, которая... А, коробку, коробку тому, когда они были изготовлены. Так, пончики, пончики, срок годности замороженных изделий. Ага, даты изготовления и упакования. Подтверждение того, что вот эти пончики пришли в замороженном виде. Теперь мне нужно сопоставить вот эти пончики с этой коробочкой и сопоставить их дату разморозки, правильно? Вот для этого должна быть здесь вот на маркировочке вот эта информация. Да я не знаю, что у вас есть, я не могу добиться брокеражного журнала. Вопрос в том, что почему этой информации нету на маркировке? Ну вам надо в компьютер внести просто информацию. Ну мы передадим руководителям, что надо... И все, вот пришла партия, вы сразу же вбили и сюда добавили ее. И все, и вопросов быть не может. Мы передадим руководителю, чтобы они вбили партию. Просто на данный момент я не могу сопоставить этот пончик с этой партией поставки, правильно? И не могу вам на слово верить, извините, не могу верить на слово то, что вы разморозили сегодня. Да я не знаю, что ведется, понимаете? Вам показывали позавчера по поводу всех выпечки и пончиков. Вы не слышите меня. Это было бы, я вас слышу. Это было у вас позавчера, вы приходили к этим пончикам. Вы не слышите меня. Я вам еще раз говорю, вы показали, есть коробка, есть журналы, которые показывали позавчера. Но это очевидно, что оно должно быть, потому что вам приходит товар. Мы передадим руководителям, чтобы они туда внесли. Но это не мы вносим, у нас это... Хорошо, как, по вашей оценке, сколько примерно нужно времени, чтобы исправить вот это замечание с этими пончиками? Мы передадим руководству. Ну, примерно, я просто не знаю. Просто некоторые будут говорить, что у нас нет программиста, там еще что-то. Я еще раз повторяю, мы не можем давать вам конкретную информацию, когда она здесь понятна. Не надо конкретно, просто предположите. Я не могу предположить. Через сколько к вам прийти? Я прямой вопрос задам. Я не могу на это. Завтра прийти или послезавтра? Я не могу ответить. Сейчас уже 6 часов вечера, руководители все ушли домой. Соответственно, это... До конца недели исправите? Я не могу дать вам такое обещание, что туда внесется эта дата с коробки. Хорошо. Хорошо. Сейчас мы снимем с реализации, но вам обещаю, что в концу недели я приду специально по этим пончикам. Хорошо, мы передадим. Я надеюсь, что эта информация появится. Все, спасибо большое. Хорошо.